Привет, меня зовут Томас Гютфред. Более 20 лет назад я вместе со своей женой создал компанию Vivasan, маленькую фирму. Мы начали производить продукцию в Швейцарии, мы стали выстраивать каналы сбыта, и в течение всех этих 20 лет наша фирма постоянно развивалась. К нам присоединилось множество людей. У нас замечательные сотрудники, с нами вместе работают прекрасные люди, люди, лидеры, консультанты. Все это сформировалось за последние 20 с лишним лет. Таким образом, от идеи разрабатывать продукцию в Швейцарии, создавать сбытовые организации, мы пришли к компании, которая известна сегодня многим. Наша система работы – прямые продажи. Это означает, что мы работаем с людьми, с нашими клиентами напрямую. Такая система имеет как преимущества, так и недостатки. Но это видео я решил снять по одной очень простой причине. Дело в том, что у многих людей неверное представление о том, что такое прямые продажи. Также многие неправильно представляют себе, как можно добиться успеха в нашем бизнесе, и что это вообще за система – прямые продажи. Нельзя забывать и о том, что наш мир стремительно меняется каждый день. А это означает, что если у наших бабушек с дедушками и родителей жизнь отличалась относительным постоянством, то перед нами, а в первую очередь перед нашими детьми, то и дело встают все новые и новые задачи. Нам каждый день требуется искать новые возможности для того, чтобы обеспечить себе тот уровень жизни, который мы хотели бы иметь. Не исключено, что Вивасан может оказаться одной из этих возможностей. Как знать? В чем я вижу свою задачу? Что мне подсказывает моя интуиция? Я запишу несколько видео, в которых очень простыми словами объясню вам, что такое бизнес Вивасан, что важно в бизнесе Вивасан, чему необходимо уделять особое внимание. Ведь обладая более чем 20-летним опытом, я могу сказать вам следующее. Я видел множество людей, добившихся успеха, и я счастлив, что им это удалось. Но я также видел много и тех, кто потерпел неудачу. Именно этим, тем опытом, который я накопил, который накопили другие люди, я хотел бы поделиться с вами в этих видео. Я хочу показать вам, что в нашем бизнесе важно, и без чего он просто невозможен. При помощи этих видео я хотел бы познакомить вас с тем миром, который большинство людей поначалу не понимают, и поэтому приходят к ложным выводам. Итак, давайте начнем с самого начала. Начнем с того, что является отправной точкой, основой системы прямых продаж. Для новичков, то есть для тех, кто сегодня впервые имеет дело с прямыми продажами, это отличное вступление, поскольку оно позволит вам сразу понять, по душе мне эта сфера, или же это не для меня. Почему вообще существует система прямых продаж? Смотрите, если кто-то хочет продавать какие-либо товары на рынке, то для этого есть ровно две возможности. Первое – пойти классическим путем, а второе – это система прямых продаж. Для начала важно просто понять разницу между ними. Оба пути хороши, они не конкурируют друг с другом, и каждый из них работает. Вы сами поймете, что для вас лучше. Посмотрите на классический путь. Сначала нужно вложить деньги в производство. Это логично, нужно ведь производить продукцию, ее нужно разрабатывать. Затем нужны компании, занимающиеся импортом и экспортом. Нужны сбытовые компании на местах. И, конечно же, необходимы магазины или торговые фирмы-партнеры, которые выложат эту продукцию на свои полки. А с полок она попадет клиентам. И, как вы видите на простой схеме, приведенной на этом слайде, на каждом этапе добавляются определенные проценты. Ведь каждый должен получать какое-то вознаграждение за свой труд, и каждый должен получать некоторую прибыль. А помимо всей этой системы, всей этой цепочки, вам нужна реклама. Без рекламы вообще ничего не получится. Ведь если человек не знает продукт, то он его не купит. Это всем понятно. Такова классическая система. Она работает, к ней вопросов никаких нет. Система прямых продаж выглядит несколько иначе. Вам также нужно вкладывать деньги в производство. Без этого, разумеется, не обойтись. Вам необходимо инвестировать и в разработку продукции. Вам нужно вложить деньги и в компанию-импортера, и в создание сбытовой компании. Инвестировать вам тоже придется. Но, во-первых, вы видите на этом слайде, что промежуточных этапов здесь меньше. А это означает возможность предлагать на рынке высококачественную продукцию по разумной цене. Второе отличие. Сбытовая компания – это наши клиенты, наши консультанты и наши лидеры. Это означает, что мы консультируем клиентов, мы обучаем консультантов, мы обучаем лидеров, мы помогаем лидерам развиваться. Разумеется, в это нужно вкладывать деньги, нужно над этим трудиться, прилагать усилия, но это наша реклама. И эта реклама очень эффективна, поскольку люди рассказывают друг другу о продукции, об опыте ее использования. Они обмениваются друг с другом этой информацией. Это действенная реклама, к тому же она значительно дешевле, чем в классической системе сбыта. И, может быть, некоторые уже думают, так, это могло бы быть мне интересно, поскольку в системе Vivasan можно стать независимым предпринимателем, можно в качестве предпринимателя выстроить свою собственную сбытовую структуру. Обо всем этом я буду вам рассказывать шаг за шагом. Вам нужно лишь устроиться поудобнее, послушать и постараться составить себе общее представление о том, что я вам буду рассказывать и объяснять. Если вы хотите начать работать в прямых продажах, то первый вопрос возникнет такой. А что такое вообще эти прямые продажи? Что такое MLM? Вы спросите себя, а для меня ли это занятие вообще? О чем говорит опыт других людей в этой сфере деятельности? Для вас это занятие или нет, я не знаю. Первое, что вам нужно сделать, откройте свой интернет-браузер, Яндекс или Гугл, какой хотите, и наберите в строке поиска MLM или прямые продажи. Вы найдете как позитивные, так и негативные оценки. Вы увидите рассказы как о хорошем, так и о плохом опыте. Это совершенно нормально для этого бизнеса, равно как и для любого другого бизнеса. Существуют определенные причины, по которым люди добиваются успеха, равно как и причины, по которым люди терпят неудачу. И многие из тех, кто терпит неудачу и не добивается успеха в этом бизнесе, приписывают вину внешним факторам, то есть самой системе. Они не ищут вину в самих себе. Это первая проблема. Но об этом мы еще поговорим подробно, и я расскажу вам многое из своего практического опыта. Итак, если вы говорите себе, окей, мне, наверное, стоит попробовать себя в прямых продажах, я хочу этим заняться или, по крайней мере, собрать об этом побольше информации, тогда первый вопрос, сколько можно на этих прямых продажах заработать? Для ответа на этот вопрос, разумеется, существует план маркетинга Vivasan. Это основа нашего бизнеса. За все, что вы делаете в компании Vivasan, вы получаете некоторые вознаграждения. Есть цели в отношении оборота, есть другие цели, и за достижение этих целей вы получаете вознаграждение. Это план маркетинга Vivasan. Это то, на основе чего все строят свой бизнес. Сам план маркетинга Vivasan вы можете скачать с нашего сайта, это сделать очень просто, и ознакомиться с ним. Там вы увидите и цели, и соответствующие вознаграждения. Но я хотел бы объяснить вам его несколько иначе. Дело в том, что в плане маркетинга Vivasan, конечно, сказано, сколько вы получите, если выполните те или иные задачи. Но для того, чтобы достичь этих целей, для того, чтобы с этим справиться, вам нужно знать, что делать, и какой внутренний психологический настрой вам требуется. Вы должны знать, что нужно делать, какие действия предпринимать, и какими навыками обладать. И поэтому вначале мне хотелось бы рассказать о возможностях получения доходов компании Vivasan несколько иначе, на основе вот этой пирамиды доходов, которую вы сейчас видите. Смотрите, каждый, кто начинает вести бизнес Vivasan, оказывается на ступени хобби. Он регистрируется в компании Vivasan. Будем надеяться, что у него хороший спонсор, который знакомит его с бизнесом, показывает ему первые продукты, рассказывает, как организована работа в компании, то есть учит его тому, как сделать первые шаги в нашем бизнесе. Это должен делать спонсор. Плохие спонсоры – это всегда проблема. Таких много, я знаю, но я покажу вам множество возможностей, и на тот случай, если у вас нет хорошего спонсора, или вообще нет спонсора, которые позволят вам, несмотря на это, достичь успеха. Ступень хобби – это всегда довольно интересная стадия. Люди думают, что начать это очень просто. Начинать нужно. То есть, если я хочу выстроить бизнес, если я хочу построить сбытовую организацию, то мне нужно начинать. Это первая отправная точка. Некоторые мечтают дойти до вершины, но при этом никогда даже не начинают. В этом заключается проблема на ступени хобби. Начать означает, что необходимо собрать информацию, что в фирму нужно инвестировать. У нас в компании Vivasan требуется совсем немного, купить пять продуктов. Это вся ваша инвестиция. Ведь литература доступна в интернете, в нашем интернет-магазине, на нашем бизнес-сайте, и она бесплатна. Или это видео, которое вы сейчас смотрите. Его вы получаете тоже бесплатно. Единственное, на что вы тратите деньги, это пять продуктов. Это большое начальное капиталовложение? Нет. Но, поверьте мне, независимо от того, насколько велики начальные вложения, многие просто боятся начинать, боятся попробовать что-то новое. При этом не важно, сколько они вложили, инвестировали 100 тысяч франков, или купили пять продуктов. Многие люди боятся начинать. Если вам удалось попасть на ступень хобби, если вы чему-то немного научились и прикладываете небольшие усилия, то вы можете рассчитывать примерно на 900 франков в год. Конечно, это не огромные деньги, совсем не золотые горы. Есть люди, которые хотят достичь несколько большего, хотят повысить свой профессионализм. Это так называемые любители. Это следующая ступень пирамиды доходов. Кто такой любитель? Человек на уровне хобби не знает, есть ли у него сильные и слабые стороны. Он просто действует. Как-нибудь что-нибудь да получится. Любителю же приходится работать над своими слабыми сторонами. У людей есть слабые стороны? Разумеется. Когда вы только начинаете работать в нашем бизнесе, у вас еще мало информации, у вас нет понимания продукции, вы плохо владеете техникой публичных выступлений, или же эти способности у вас не развиты, вы не знаете, как разговаривать с людьми, у вас мало навыков для того, чтобы успешно вести наш бизнес. Всему этому вы еще не научились. Так, многие считают, что получая деньги, они не должны платить налоги. Эта точка зрения тоже слабая сторона, ведь с любого дохода нужно платить налоги, а вследствие того, что люди этого не знают или не хотят, они не подают налоговую декларацию. А между тем, это основополагающие вещи, которые нужны в любом случае, как при работе в прямых продажах, так и в классическом бизнесе. Это те основы, которые необходимо знать для того, чтобы у человека в принципе был шанс подняться на более высокие уровни. У большинства людей, находящихся на ступени любитель, имеются проблемы с самоорганизацией, с самомотивацией. Работая с этими людьми, конечно, не со всеми, но со многими, можно увидеть, что это та группа, в которой много недовольных, поскольку то, к чему они не стремятся, не происходит. Они еще не хотят брать на себя ответственность за то, что делают. Они этому еще не научились, тому, что должны соблюдать обязательства, помогать другим людям, быть пунктуальными, хорошо одетыми, что они в бизнесе. Этого многие из тех, кто вышел на ступень любитель, еще не осознали. Это и есть те слабые стороны, о которых я говорю. Каждый проходит через этот статус любителя. Одни проходят его быстрее, другим требуется на это больше времени, но пройти через этот статус любителя нужно. Поднявшись на эту ступень, и пользуясь поддержкой своего спонсора или лидера, который вам помогает, вы выходите примерно на 3000 франков в год. Это тоже не золотые горы. Следующая ступень – это профи. На этом уровне человек уже кое-что умеет, он в бизнесе. Он уже поработал над своими слабыми сторонами, уже знает, что такое социальные сети, у него уже есть в них свои небольшие профили. Он знает, что такое Вивапарти, что такое бизнес-интернет-магазин Вивасан, он знает многое. Знает, что важно строить бизнес-группы, уже во многом разбирается. Он работает день и ночь, он общается со своими клиентами, консультирует их. Он постоянно стремится находить новых клиентов, новых партнеров по бизнесу, регистрировать людей, приводить их в свою структуру. У него налажена профессиональная система обучения, у него есть система обратной связи. Этот человек уже кое-чего достиг, и благодаря этому может зарабатывать больше денег. Чтобы вам было понятнее, я хотел бы повторить. На ступени хобби человек еще не знает, хочет ли он этим заниматься. Он просто начинает и что-то делает. На уровне любитель, человек должен работать над своими слабыми сторонами, а профи должен работать над своими сильными сторонами, чтобы они развивались, чтобы эти его сильные стороны позволили ему построить работающую систему. Однако есть и пределы роста. На ступени хобби предел роста я не начинаю. Предел роста на ступени любитель я уже все знаю. Это весьма типично для уровня любитель, когда люди немного поучились, достигли первых небольших успехов, и вот они уже все знают. Они перестают воспринимать рекомендации и ничего больше слышать не желают. Человек на уровне профи все это уже прошел. Он развил свои сильные стороны, но и у него тоже есть предел роста, когда он считает, что большего достичь невозможно. Большего достичь можно всегда, и это ступень эксперт. Эксперт, опять же, должен мыслить несколько иначе. У эксперта есть сильные стороны, которые он продолжает развивать. И эти сильные стороны он должен делегировать, это очень важно. Что это означает? Эксперт знает, зарабатывать больше денег и работать профессиональнее он сможет только в том случае, если будет регистрировать в своей структуре много профи и любителей. Не забывайте о том, что раньше все они были на уровне хобби. То есть, чем больше людей я буду регистрировать в своей структуре, и чем большему количеству людей из своей структуры я буду помогать расти и развиваться, тем больше я стану зарабатывать и выйду на уровень эксперт. В то время как предприниматель, а это следующая ступень, сталкивается с другой проблемой. Предприниматель задает себе следующий вопрос. Всегда ли все зависит только от меня? Могу ли я найти какой-нибудь способ, некую систему, которая снимет с меня нагрузку, чтобы не всегда все зависело только от меня? И это очень позитивный вопрос. Большинству это не удается. Почему? Потому что у них есть определенная граница своего эго. Люди, которые выходят на ступень предприниматель, уже многого достигли. Они известны на этом рынке, они авторы книг, у них популярные профили в соцсетях, этих людей знают. Когда предприниматели или эксперты приходят на семинар и выступают, люди их слушают. У них есть харизма, они уже многого добились. Соответственно, предприниматель обучил уже много экспертов в своей структуре, или, лучше сказать, помог им подняться на этот уровень, или на уровень профи. И теперь предприниматель задается вопросом, буду ли я и дальше всегда ключевым и неотъемлемым элементом своего предприятия? Как мне создать масштабируемую систему, такую систему, которая зарабатывала бы деньги самостоятельно? И это очень важный вопрос. Для человека на уровне любителя это может быть неважно, но при дальнейшем развитии, если человек поднялся уже на самый верх, этот вопрос необходимо иметь в виду. Есть граница своего эго. Что это означает? Отойти в сторону и дать выйти на сцену другим. Это очень важно. Это значит, я даю другим людям выйти на сцену. Это значит, я помогаю другим людям достичь успеха, делаю их блестящими профессионалами своего дела. При этом я продолжаю заниматься и другими людьми, теми, кто еще нуждается в моей помощи. Это была, в общих чертах, структура возможного дохода в компании Vivasan. Последний уровень – это, конечно, сама фирма. Здесь вы делаете уже очень большой оборот и можете зарабатывать очень много. Это система, которую вы создали и которая зарабатывает деньги самостоятельно, без необходимости приложения каких-либо серьезных усилий с вашей стороны. Но здесь вам нужно быть осторожными, об этом я часто буду упоминать в своих видео. В нашем бизнесе встречается такое мнение. Сначала я поработаю, а потом уйду на пенсию или уеду отдыхать на какой-нибудь остров, а на меня будет продолжать работать моя структура или еще кто-нибудь. Я еще не раз скажу вам о том, что так не работает ни один бизнес. И наш бизнес так тоже не работает. Однако вы сможете посвятить себя другой деятельности и не должны будете больше тратить свое время на текущие дела своего бизнеса. В большей степени вы займетесь решением стратегических задач, а не текущих. Вот что здесь имеется в виду. Как подняться с самого низа на самый верх? Есть ли рецепт? Да. Разумеется, он есть. Для этого я и снимаю эту серию видео. Такой рецепт существует. Все ли будут этому рецепту следовать? Все ли изучат ту систему, о которой я расскажу в следующих своих видео, и будут по ней работать? Этого я не знаю. Это зависит от вас. Здесь вы должны принимать решения. У большинства людей, которых ознакомили с этим подходом, возникает одна и та же проблема. Они говорят, ну, у меня нет такого количества знакомых. Мотивировать людей или работать с людьми, это мне не по душе. Я живу в маленьком городе, я живу в маленькой стране, и много тому подобного. Дорогие зрители, я могу сказать вам следующее. Для всего существует система. Для каждой проблемы есть решение. От вас зависит, воспользуетесь вы этим решением и будете ли вы работать. Работать над собой. Ведь проблема в нашем бизнесе это не продукт. Проблема это не канал сбыта, и не система расчетов, и не литература, не интернет-магазин. Все эти вопросы решены. Они постоянно совершенствуются, все это уже работает. Вам не нужно создавать все это заново. Вам нужно только лишь этим пользоваться. Проблема это ваш личный рост. Ведь если вы шаг за шагом движетесь наверх, то вы должны знать, что вам необходимо расти. Вы должны менять свой подход к определенным вещам, и зачастую вам приходится решать, какие подходы менять нужно, а какие нет. Подумать, в чем мне следует изменить свой образ мыслей. Вот то, что от вас требуется, когда вы шаг за шагом движетесь к вершине. Итак, я вкратце рассказал о том, какие возможности дохода может предложить компания Вивасан. Для всех новичков, повторю еще раз, расслабьтесь. Прослушайте еще раз, постарайтесь составить собственное мнение, постарайтесь получить информацию. Если что-то, быть может, оказывается непонятным, то это не проблема. В следующих видео будет шаг за шагом объясняться то, что сегодня, возможно, не до конца понятно. В этом видео я хотел бы дать вам просто общий обзор. За те почти 25 лет, что я работаю в этом бизнесе, я сформулировал для себя те 10 правил, которые чрезвычайно важны для этого бизнеса и с которыми следует ознакомиться в первую очередь перед тем, как начинать. Сначала не помешает подумать, готов ли я следовать этим 10 правилам, соблюдать их. Как я уже сказал, не забывайте, успех в нашем бизнесе это не результат влияния внешних факторов. Это результат того, как вы сами мыслите и как действуете. Иными словами, как успех, так и неудача начинаются только в нашей голове и более нигде. И поэтому существуют 10 правил. У вас есть возможность заранее оценить то, насколько вы сможете следовать этим правилам, сможете ли вообще им следовать и подходит ли вам в принципе эта сфера деятельности. Правило номер один. Принимай решение. Это относится и просто к жизни в целом. Процентов для 80 людей принять решение это всегда проблема. Вы должны принять решение о том, хотите ли вы что-то сделать, если у вас есть желание изменить свою жизнь. Если вы хотите рискнуть и попробовать что-то новое в своей жизни, тогда вам приходится принимать об этом решение. Некоторые постоянно пускают в ход разного рода отговорки. Я начну завтра. Или я начну, когда дети в сентябре пойдут в школу. Или я начну, когда дети закончат школу. Все это не что иное, как беспомощные отговорки для самого себя, чтобы не принимать решение. Я не подталкиваю вас ни к какому решению. Вы сами должны знать, всеми ли обстоятельствами в своей жизни вы довольны, или же хотите чего-то большего, желаете попробовать что-то другое, направить свою жизнь в иное русло. Это должны знать вы сами. Важно, чтобы для этого вы приняли решение. Чтобы у вас были силы принять это решение. А как вообще принимается решение? Это очень важный вопрос. Об этом следующее правило. Ставь цели и поставь себя в ситуацию давления извне. Вот я принял решение сделать те или иные вещи. И теперь мне нужно поставить перед собой цель. Зачастую это понимается неправильно. Люди всегда мечтают, когда говорят о целях. Я провожу семинары уже почти 25 лет, и всегда любимое упражнение участников это постановка целей. Чего я хочу достичь в своей жизни? И вот они начинают мечтать. И в результате большинство придумывает себе какие-то цели, как правило, из области фантастики. Но сделать эту фантастику реальностью невозможно. И поэтому люди не предпринимают никаких действий. Они не вырабатывают план и не действуют. А потом, лет через 5-6, они снова приходят на мой семинар, а в их жизни, в их положении ничего не изменилось. Как нужно ставить цели? Во-первых, вы должны знать, чего вы хотите. Представьте себе такую ситуацию. Допустим, человек вот уже много лет курит по 20 сигарет в день. Но вот он почитал, послушал врачей и пришел к выводу, что если постоянно курить, то это опасно для него и для его близких. Значит, с этим пора заканчивать. Хорошо. Сегодня вот выкурю последнюю, а завтра курить уже не буду. Он поставил перед собой цель, которая с вероятностью в 90% не будет выполнена, поскольку за этой его целью ничего не стоит. Он не изучил информацию об отвыкании от курения, у него нет плана, как это сделать. Он просто заявляет, с завтрашнего дня я больше не буду курить. И поэтому многим так сложно избавиться от курения или от других привычек, им сложно двигаться к цели. Потому что наличие цели означает, что я четко знаю, чего я хочу. Знаю определенно и однозначно. Я должен составить себе представление о том, что хочу сделать. А следующий шаг, я должен записать это для себя. Я должен заранее составить себе план, я должен продумать свои действия, что мне необходимо делать для того, чтобы достичь своей цели. И сразу действовать, не завтра, не послезавтра, и не через две недели, а сразу. И результаты свои вы должны контролировать. Поскольку, если вы не контролируете свои результаты, то никогда не достигнете своей цели, ведь вы не будете знать, на пути вы к цели или нет. Соответственно, результаты нужно контролировать, а если у вас появляются проблемы, то вы должны их решать. Собрать информацию, что я сделал не так, спросить людей, что я сделал не так, а затем вам нужно попробовать пойти другим путем. И третий шаг, очень важный. Если вы поставили цель, если у вас есть планы, вы по нему действуете, то расскажите об этом окружающим вас людям. Поставьте сами себя таким образом в ситуацию давления извне. Ведь вы должны это сделать для того, чтобы это не оказалось пустым обещанием, значит, вам придется действительно что-то для этого делать. Это важный момент. Правило номер три. Создай себе соответствующее окружение. Что я под этим понимаю? Думаю, в вашей жизни тоже нередко бывало так, что вы ставили перед собой цель или принимали решение, а люди в вашем окружении, с которыми вы общаетесь, были недовольны тем, что вы сделали. Вы же знаете, всегда есть люди, которым не нравится то, что делают другие. Это те люди, которые не хотят в себе ничего менять, не хотят решаться на что-то новое. Это люди, которым не хватает смелости, у нас у всех в окружении есть такие. Их нельзя назвать плохими людьми, просто они к этому не способны. А вам нужно постараться держаться от этих людей подальше и найти тех, кто вас поддержит. Ведь какой вам смысл ставить перед собой новые цели, стремиться открыть для себя новые пути, неважно, какие и в какой области, если вокруг вас люди, настроенные негативно, которые постоянно тянут вас назад своими негативными замечаниями. Для нашего бизнеса это крайне важно. Если вы хотите достичь успеха, то это мы все будем еще изучать. Вы должны владеть множеством навыков. И вам придется пережить немало поражений, без этого не обойтись, как и в любом бизнесе. Поэтому и требуется соответствующее окружение, люди, которые вам помогают, которые сами прошли уже все то, что вам еще только предстоит. Или, по крайней мере, позитивно настроенные люди, которые вас поддерживают, помогают вам, которые на вашей стороне. Не каждый день все получается, не каждый день светит солнце, не каждый день прекрасен, и мы это знаем. Иными словами, это те люди, которые помогают вам не опускать руки и продолжать, когда вас охватывают сомнения. Создай себе соответствующее окружение. Это очень важно. Становись каждый день немного лучше. Я уже говорил о навыках, об информации, говорил о том, что нужно делать определенные вещи для того, чтобы достигать успехов в нашем бизнесе. Это значит, что каждый день надо становиться немного лучше. Как это делается? Для начала осваивая навыки и практикуя. Каждый день применяя эти навыки на практике. Чему-то научиться, чтобы потом этим не пользоваться, это пустая трата времени, не делайте этого. Если вы посмотрите два или три видео и скажете, это мне все понятно, и все, о чем там говорили, логично, но не будете эти знания применять, то это будет лишь напрасная трата времени. Тогда вам и видео смотреть незачем. После того, как вы чему-то научились, получили информацию, вы должны применять ее на практике. Благодаря практическому применению возникает уверенность в себе. Ведь ваш первый практический опыт, как говорить с людьми, как мотивировать людей, какие слова нужно использовать, это важно. Применять знания и навыки на практике необходимо. Чем чаще вы это делаете, тем быстрее вырабатывается интуиция и появляется уверенность в своих силах. И при следующем разговоре, на следующем семинаре, на следующей встрече работа будет выполняться на отлично. Работать станет легче, потому что вы этому научились. Итак, становись каждый день немного лучше. Развивай свое воображение. Это тоже имеет некоторое отношение к целям. Наш мозг делает то, что мы ему говорим, что мы себе представляем. Мы представляем себе некие картины, а наш мозг старается как-то их реализовать. Это работает как с позитивными, так и с негативными представлениями. Чего наш мозг не делает, это концерт по заявкам. Заявки наши, как на концерте, он не выполняет, а это означает, что на основе всего того, что вы себе представляете, должно рождаться действие. Маленький, простой пример. Если вы представляете себе, что хотели бы иметь виллу на первой линии моря у шикарного пляжа, с роскошной обстановкой, люксовыми автомобилями и так далее, это красивая, воображаемая картинка, это мечты, они есть у многих. Один хочет зеленый автомобиль, другой красный автомобиль, спортивный или какой-нибудь еще, не столь важно. Это мечты. А мечты, как правило, остаются мечтами. Что я имею в виду под воображением? У вас завтра семинар, у вас завтра презентация, у вас завтра встреча, у вас завтра разговор с новым человеком, у вас завтра конференция по скайпу, вы хотите построить структуру в другом городе, вы хотите построить структуру в другой стране, все это вы должны уметь себе представить. И вы должны точно знать, что вы будете делать, что вы будете говорить, как вы будете держаться, какая у вас будет жестикуляция, вы должны себе это представлять. Это наш бизнес. Быть представителями нашей компании, помогать людям, это наш бизнес. Поэтому вы должны представлять это себе. И что еще очень важно, у вас должна сформироваться четкая картинка того, что вы хотите сделать и как как вы хотели бы это сделать. Вот что я имею в виду, когда говорю «развивайте свое воображение». Таким образом, вы неизбежно начнете совершенствоваться. Таким образом, вы неизбежно начнете предпринимать верные действия и шаги. Соответственно, работайте со своей головой. Представляйте себе все то, что будете делать в нашем бизнесе. Бери на себя ответственность. Это шестое правило. Абсолютно четкое правило, крайне важное для нашего бизнеса. Но для многих именно оно нередко становится непреодолимым препятствием. Вкратце, вы отвечаете за успехи в нашем бизнесе, и за неудачи в нашем бизнесе несете ответственность тоже вы. И больше никто. Многие говорят, ответственность несет спонсор, потому что он не дал мне информацию. Дорогие зрители, в компании Vivasan очень много информации. Есть рассылки, есть информационные материалы, есть книги, есть люди, есть семинары, есть тренинги, есть учебные занятия, на складах, в филиалах, везде. У вас масса возможностей учиться и получать информацию. А теперь вы получаете еще и серию видео. Не существует отговорок, объясняющих неудачу тем, что не была получена информация. А большинство из тех, кто не берет на себя ответственность, просто еще не поняли одну вещь. Если вы считаете, что вам стоит работать в компании Vivasan, или же вы хотите строить свое будущее с компанией Vivasan, я буду очень рад, если вы так думаете. Тогда вы должны понимать, что работаете в окружении предпринимателей. А предприниматель никогда не будет слагать с себя ответственность. Никогда. Предприниматель знает. Я сам отвечаю как за свой успех, так и за свою неудачу. Правило номер семь. Знай свое почему. Это очень важный момент. Почему вам нужно делать презентации? Почему вам нужно проводить обучение? Почему вам нужно разговаривать с людьми? Почему вам стоит начать лучше разбираться в продукции? Почему вам стоит научиться понимать принципы ведения бизнеса Vivasan и рассказывать о них на презентациях? Почему, почему, почему? В нашей системе, об этом вы еще услышите, есть различные этапы, через которые вам нужно пройти, для того, чтобы подняться на самый верх. А это требует времени. Вы не можете сделать это за один день. Этот путь занимает достаточно длительное время. И все эти этапы согласованы между собой. Именно поэтому они и представляют собой систему. Всем этим мы еще будем заниматься. Поняв эту систему, вы получите ответы на все те почему, которые я вам сейчас перечислил. Большинство людей испытывает огромные трудности, если они не понимают, почему должны сделать определенные вещи. А понимания у них нет, потому что они не знают, что за этими вещами стоит. Но если вы знаете почему, почему вы что-то делаете и к какому результату это приведет, то у вас неизбежно сформируется совершенно иной подход к нашему бизнесу. Для всех новичков, не беспокойтесь. Обо всех почему, вы еще узнаете. Концентрируйтесь на тех действиях, которые приносят вам результат. Давайте проведем небольшой эксперимент. Я задам вам вопрос. Сколько часов в неделю вы были бы готовы тратить на бизнес в Vivasan, если хотите зарабатывать, например, 100 тысяч франков в год? 100 тысяч франков в год. Сколько часов в неделю вы тратили бы на бизнес? Предположим, вы скажете 50 часов в неделю. Ведь 100 тысяч франков это немало. Вы работаете 50 часов в неделю. Допустим, 4 недели вы проводите в отпуске, значит остается около 2400 часов. Если вы разделите 100 тысяч франков на 2400, то получится примерно 42 франка. Соответственно, возникает следующий вопрос. Приносит ли мне все то, что я делаю в бизнесе Vivasan, доход в размере 42 франка в час? Понимаете подход? Вот так нужно представлять себе свое движение к цели. А это означает находить новых лидеров, помогать лидерам развиваться. Это приносит оборот. Регистрировать новых дистрибьюторов, регистрировать новых клиентов. Это тоже приносит оборот. Проводить обучение. Вместе со своей командой формулировать цели и контролировать их выполнение. И определять свои действия. Что необходимо делать для того, чтобы достичь этих целей? Это приносит оборот. Это те вещи, на которых вы должны концентрироваться, а все остальное вы должны делегировать, поскольку это не приносит вам оборот. Этот вопрос должен быть для вас ясен. Правило номер 9. Работай над своими эмоциями. Понятно, что у людей есть как позитивные, так и негативные эмоции. Они испытывают их каждый день. А теперь вам нужно задать себе следующий вопрос. У меня больше позитивных эмоций, или же я страдаю от множества негативных эмоций? Как выглядит мой день? В каком эмоциональном состоянии я нахожусь каждый день? Ведь это важно в нашем бизнесе. Вы же работаете с людьми. Вы ведь не можете общаться с людьми, демонстрируя им свои негативные эмоции. Это значит, что вы должны контролировать свои эмоции. Откуда берутся негативные эмоции? Они могут быть вызваны внешними факторами. Бывают удары судьбы. Что-то в жизни может случиться, что вызывает негативные эмоции. Допустим, пандемия. Пандемия коронавируса 2020 года вызывает негативные эмоции. Это понятно. Однако большинство людей страдает от негативных эмоций, источником которых являются они сами. Что я под этим имею в виду? Смотрите. Неуверенность в себе, нехватка уверенности в собственных силах всегда вызывает множество негативных эмоций. Некоторые люди и сами не знают, почему они ведут себя столь недружелюбно, пользуются такими грубыми словами или же неуважительно высказываются в адрес окружающих. На 90% дело именно в неуверенности в себе и нехватке уверенности в своих силах. Есть люди неуверенные, которые все время в себе сомневаются. Им не хватает уверенности в себе. А есть и другие люди. Им все понятно. Несмотря на то, что они не умнее, они не больше знают, чем другие, это совершенно не важно. Им все понятно. Они берутся за дело без особых раздумий, рассуждая так. Я с этим справлюсь. До сих пор ведь всегда со всем справлялся. Ну и так далее в таком же духе. Если вы поставите одну и ту же задачу перед человеком с ярко выраженной уверенностью в себе и человеком, который в себе сомневается, то победителем всегда выйдет уверенный в себе. А как это контролировать? Как от этого избавиться? Очень просто. Есть три вопроса, на которые вам нужно ответить. Первый вопрос. Если вы где-то не уверены в себе или вам этой уверенности не хватает, то нужно задать следующий вопрос. Откуда вам не берется эта неуверенность? Обычно все дело в том, что я хочу чего-то, желаю чего-то достигнуть, что-то сделать, я хочу выполнить какое-либо действие, которое принесет мне результаты, но у меня не хватает навыков и я слишком мало верю в себя. Соответственно, вы себя на эту неуверенность и на сомнения в себе заранее уже запрограммировали, и поэтому результат тоже заранее запрограммирован. Нет навыков, нет знаний, мало информации, и действие всегда ведет к катастрофе. Второй вопрос. Если я понял, чего я не умею, или, лучше сказать, еще не умею, чего я не знаю, то какая еще информация мне нужна? Вопрос такой, а где мне все это взять? Откуда мне это взять? Так составьте себе список, откуда взять информацию и как овладеть этими навыками. Что для этого нужно делать? И третий важный вопрос. Кто мне в этом поможет? Именно в нашем бизнесе не бывает так, что новый представитель Vivasan приходит в компанию по приглашению своего спонсора, а потом сидит в одиночестве где-то посреди пустыни и не знает, кто ему поможет. Такое бывает редко. Конечно, не каждый спонсор идеален. Это мы все знаем. И не каждый лидер идеален. Но над вами есть структура, от членов которой вы наверняка получите помощь. И десятое правило. Всегда находи причину продолжать. Есть много причин для того, чтобы прекратить. Но есть и ничуть не меньше причин продолжать. Здесь я хотел бы завершить эту тему фразой моего отца. Не обращая внимания на то, хотел я это слышать или нет, он говорил мне так. Важно на один раз больше подняться, чем упасть. И это очень важно, дамы и господа. Не останавливайтесь. Если вы решились, то продолжайте обязательно. У вас вновь и вновь будут появляться новые шансы. И если сегодня у вас есть проблема, то завтра вы эту проблему решите, и перед вами откроется новая дверь. У вас всегда есть шанс продолжать и действовать дальше. На этом я хотел бы завершить это видео. Оставайтесь здоровы. Буду рад, если вы посмотрите и следующее видео о том, как строить структуру сбыта. Спасибо. Спасибо. Спасибо.